Учимся выживанию. Что нужно делать при возникновении нештатной ситуации, если за твоей спиной находится не один десяток людей? Как организовать спасательную операцию? Обо всём этом и многом другом теперь рассказывают на курсах гражданской обороны. Они проходят в специализированном учебном классе, открывшемся на базе центра «Лесная сказка» в Щёлкове. Мы заранее провели работу для того, чтобы определить штатные специальности, для того, чтобы подготовить место, где можно будет проводить обучение руководителей всех уровней культуре безопасности и гражданской обороны на территории Щёлковского района. Этот объект – это начало того большого пути, который называется «Всеобщая безопасность Щёлковского района». В создании учебного класса муниципального центра гражданской защиты оказали содействие управлением ЧАЭС по Московской области, обеспечив подготовку преподавателей. Для этого потребовалось в помещении старой школы выполнить ремонт, закупить мебель. Самое главное, что всё актуализировано. Так точно. Ну мы ещё будем... Нет, пути свежим. Что, коллеги? Молодцы! Первый в Щёлковском районе учебный класс по гражданской обороне оборудован сил самым необходимым. Это и учебные пособия, а также наглядные плакаты, ну и, конечно же, компьютерное оборудование. Оно позволяет провести так называемый входящий контроль знаний, ну и после прохождения курса обучения сдать экзамен, получив определённое количество баллов. Современный мир, в котором мы с вами живём, количество техногенных катастроф, природных пожаров, политическая обстановка в мире, она сама требует от того, чтобы наш народ был подготовлен в области защиты населения, а прежде всего руководителей. Поэтому это очень здорово, что именно на вашей территории открывается такой замечательный центр. На сегодняшний день уже создан план проведения занятий. Численность обучения до конца года планируется до 300 человек. Щёлковский район вошёл в число 25 муниципальных образований на территории области, где организованы курсы гражданской обороны. 2018 год в МЧС проходит под лозунгом «Года культуры и безопасности». Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует...